МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Присципы свободы и ответственность за посягательство на них обсудим в прямом эфире программы «Вечер. Лайф» в студии Сергей Черневич, заместитель прокурора Республики Крым, и Александр Анохин, кандидат юридических наук, доцент кафедры государства и права юридического факультета Таврической академии КФУ имени Вернадского. Александр Николаевич, вот Конституция определяет в качестве одной из важнейших обязанностей государства, безусловно, защиту прав и свобод. Это так, как должно быть. А вот на практике, насколько совершена наша Конституция? Сам конституционный механизм, мы можем сказать, что он достаточно разработан. Другое дело, как правоприменительные органы практически реализуют эти конституционные положения. Но в целом, с точки зрения Конституции, конечно, возникает очень много проблем на практике. И здесь, конечно, представители прокуратуры в большей степени сталкиваются с решением этих проблем. И, я думаю, представитель прокуратуры лучше нам расскажет, именно как практически осуществляется конституционная защита прав человека. Александр Николаевич, я понял, что вы технично передали пас представителю прокуратуры. Сергей Борисович, а действительно, какие наиболее проблемные сферы на сегодня существуют? В каких сферах несоблюдение этих норм? Ну, начну с общего, что надзор в целом за соблюдением прав и свобод граждан, это является наиболее приоритетным направлением нашей деятельности. И именно в этом состоит правозащитная функция прокуратуры. Прокуроры в основном выступают в защиту жилищных, трудовых, пенсионных, социальных прав, права на охрану здоровья, права на безопасные условия жизнедеятельности. Ну, достаточно большой спектр защиты конституционных прав, вот я выделил основные, и только в рамках защиты этих прав прокурорами выявлено только в этом году более 27 тысяч нарушений. Ну, это первоочередные направления, потому что именно в них, я так понимаю, чаще всего и происходят нарушения. Да, нарушения, и именно по этим направлениям чаще всего обращаются граждане с жалобой. Ну, в этом случае человек сам должен писать, обращаться, получать отписки или ждать, когда все-таки у прокуратуры появится время обратить внимание на эту проблему. Значит, мы вот эту правозащитную функцию осуществляем как в рамках рассмотрения обращений граждан, так и в рамках проведения плановых проверок исполнения всеми органами, государственной властью, органами местного самоправления, их должностными лицами, соблюдения прав граждан. Поэтому здесь разноплановая работа, и поверьте мне, не ждем каких-то указаний, не ждем обращений граждан. Если мы по тем или иным сигналам видим, что нарушается закон, мы инициативно проводим проверки сами. Ну, непосредственно к этим проверкам данным мы еще вернемся. Александр Николаевич, а сейчас вот вопрос к вам уже непосредственно как специалисту в этой отрасли. Может быть, в принципе, по новым нормам придется работать вам, я имею в виду конституционным, потому что вот глава конституционного суда Валерий Зорькин выступал с программной статьей с инициативой реформировать политическую правовую систему, внести изменения в конституцию. Вот насколько назрела необходимость? Нужны ли эти изменения? Ну, в общем-то, сама конституция действующая, она принималась, как об этом в научной литературе тоже говорилось, на переходный период. Уже с самого начала ее принятия, уже эта конституция рассматривалась как незавершенная. Потому что, вспомним, если историю становления Российской Федерации уже после Советского Союза, происходили деструктивные процессы, и именно принятие этой конституции помогло стабилизировать Россию, сохранить ее целостность. И уже тогда говорили, что конституцию надо корректировать. Что касается современного этапа, то, в общем-то, можно отметить, что, да, действительно, сложная внешнеполитическая обстановка, внутренние процессы противоречивые, неоднозначные, но конституция содержит в себе большой стабилизирующий потенциал. Значит, какое основное противоречие здесь можно выделить, которое, может быть, и Зорькин имел в виду, то есть что необходимо скорректировать. С одной стороны, конституция, конечно же, закрепляет традиционные либеральные ценности. Открытое свободное общество, права и свободы человека, именно с точки зрения всеобщей декларации прав человека. Это, скажем так, один пласт Конституции. Но, с другой стороны, Конституция вместе с тем фиксирует и концепцию народовластия, фиксируя и признавая так называемые традиционные ценности. Ведь народы Российской Федерации всегда проживали в обществах, исповедующих традиционные ценности. И вот это основное противоречие между либерализмом и традиционализмом как раз и создает основу для появления напряжения в российском обществе. И как раз Конституция — это и есть поиск того компромисса, который должен быть достигнут в России в результате совершенствования Конституции. Каждый исторический этап, он сложен, конечно. И вот здесь важна выработка вот этого компромиссного баланса. Александр Николаевич, да? Но есть мнение о том, что ее нужно не столько модернизировать, сколько вернуться к проконституции. Это, по-моему, пятое за последний век. Это пятое, да. За последний век. Я попрошу вывести... Ну, четыре советских, да. Вот для сравнения с Конституцией СССР, попрошу режиссера вывести на плазму у нас. Да, вот, например, функции, да, то, что сейчас имеет право, а точнее не имеет право делать президент, и что на тот момент могло руководство делать СССР. То есть изменить Конституцию президент не может. Принимать законы не может, но он обязан все федеральные законы подписывать, да? Не может президент инициировать референдум, давать толкование законов, допустим, да? И там еще несколько пунктов. А может быть, действительно, стоило бы вернуться к тем основам, которые себя уже зарекомендовали? Мы не можем вернуться по одной простой причине. Во всех советских Конституциях была статья 6, закрепляющая, руководящую, направляющую роль коммунистической партии Советского Союза. Фактически она стояла над советским государством. Вот к такой модели, как она называлась, командно-административной, мы не можем уже вернуться. Россия не может перейти на однопартийную систему. Но использовать те основные тезисы и направления, которые на практике себя в положительном аспекте реализовали, мы ведь можем? А, кстати, многие положения советских Конституций воплощены и в действующие российские Конституции. Есть мнение, что нашу Конституцию в США написали, да? Агентство USAID? Нет, это неправильно. Что здесь имеется в виду? Что все Конституции, фиксирующие демократические государства, строятся именно на том, что не государство принимает Конституцию, а народ. Ведь, что говорится в преамбуле Конституции США? Мы народ Соединенных Штатов Америки, да? Преамбула Конституции Российской Федерации. Мы многонациональный народ Российской Федерации. Я всегда обращаю внимание на некоторую некорректность. Надо, может быть, правильнее говорить, не Конституция Российской Федерации, а Конституция народа России. С этой точки зрения государство – это форма организации народа. И в этом случае, да, эта Конституция становится и Конституцией Российской Федерации. Ведь в самой преамбуле сказано, что российский народ, учреждая Конституцию, не учреждает российскую государственность, она тысячу лет существует. А он учреждает только определенную историческую форму. То есть какая это форма? Это демократическое, правовое, либеральное, светское государство. То есть, по сути, есть некий шаблон, да, на основании которого уже пишут главные документы. Да, любое демократическое государство начинает с того, что народ – это источник власти. То же самое это положение содержится и в первой главе Российской Конституции. Народ – источник власти, но, безусловно, у каждого гражданина, да, есть права и свободы, которые, к сожалению, да, бывает такое, что нарушают. Сергей Борисович, вот традиционно больше всего нарушений прокуроры выявляют непосредственно в трудовом законодательстве, да и, в принципе, вот в тех сферах, которые мы оговорили, да, это социальная направленность, медицина. А может, проблема в том, что большинство просто не знает о своих правах и механизмах их защиты? Есть и эта причина, но нарушение, в первую очередь, не от незнания гражданами закона, а от неисполнения органами государственной власти, органами местного самоправления, организациями, предприятиями своих непосредственных обязанностей по реализации прав и свобод граждан. То есть, это умышленно делают, как правило? Ну, есть умышленно, есть по незнанию, причины разные. Причины разные мы отмечаем, но на сегодня хочу сказать, что на сегодня предусмотрен достаточный механизм правового просвещения всех граждан, начиная от мала до велика, вот именно по изучению своих прав и обязанностей. Поэтому говорить о том, что народ сегодня не знает, ну, наверное, не совсем правильно. Сергей Иванович, ну, вот готовился к программе, прощел, интересно, тот факт, что вот продавец обязан обеспечить сдачей покупателя, да? Кассир, в свою очередь, должен там предоставить продавцу разменные деньги. А вот прихожу я в магазин, да, он мне не дает сдачи, да? Я снимаю это на телефон, чтобы зафиксировать такой факт. Приходит охрана маркета и говорит мне, что ж вы на телефон снимаете, вы не имеете права, мы знаем таких случаев, он, YouTube, хоть пруд пруди, да? Охрана вызывает наряд полиции, полиция приезжает, ну, мало ли, в связке с охраной, всякое бывает, да и ведомство, какой-нибудь ЧОП, да и полиция, вроде как бы они косвенно близки друг к другу. Вот получается, не всегда работает на практике принцип свободы и прав граждан? Вот в этом случае куда мне обращаться? В прокуратуру? Ну, это, наверное, самый такой безобидный пример, когда продавец не дал сдачу. Мы знаем гораздо более сложные примеры, когда у людей просто путем обмана квартиры отбирают, а вы уж говорите про сдачу. Поэтому, значит, помимо прокуратуры есть масса других контролирующих органов, в данном случае, допустим, Роспотребнадзор, который надзирает за защитой прав потребителя. Поэтому, вот я вам скажу так, что на сегодня есть достаточный государственный механизм для защиты любых прав и свобод граждан. Вот так, чтобы коротко ответить на ваш вопрос. Здесь обидно, что приходится их каким-то образом наказывать нарушителей, вместо того, чтобы, в принципе, этих нарушителей не было. Может, как систематический ликбез проводить конституционный. Александр Николаевич, ну вот хотелось бы вернуться к тем неточностям, где-то, может быть, на мой взгляд, или лазейкам в Конституции. Попрошу режиссера еще одну картинку вывести на плазму. Здесь вот видно, еще не видно, но вот уже видно, что главенство международного права, но мы это немного чуть позже поговорим, над Конституцией, природные ресурсы могут находиться в частной собственности. Это единственный такой случай, в принципе, во всех конституциях мира только в России такое существует. Центральный банк России, так же, как и в США, он не подчиняется ни правительству, ни президенту. В России запрещена цензура, поэтому, по сути, каких-то ограничений нравственных нет. Вот это те аспекты, на которые стоило бы обратить внимание? Да, я вот первый момент поясню. Вот у вас там написано над российскими законами. Значит, что имеется в виду? Ну, Конституция — это не акт, исходящий от государства, это акт народа. В данном случае речь идет о законах, исходящих от государства и подзаконных актах. Да, в Конституции записано, что над ними примат приоритет международного права. Но Конституция выходит из сферы государства, она стоит над государственными законами. И с этой точки зрения Конституция не содержит положений, которые бы устанавливали приоритет международного права именно над ней. Потому что это акт не государства, а народа. Это один момент. Второй момент. Ни один международный договор не может быть заключен, если он противоречит положениям Конституции. То есть ситуация какая? Что надо либо отказаться от заключения этого договора, если он противоречит Конституции, либо внести изменения в Конституцию. Только после этого уже, соответственно, заключает этот международный договор. То есть здесь противоречия нет. Есть именно правильный правовой механизм, как действовать в ситуации. Но уже если речь идет о доминировании международного права над законами Российской Федерации, то да, в Конституции это записано. Но не над самой Конституцией. Потому что это не акт государства. Конституция стоит над. Это акт народа. То есть, по сути, приоритета международного права над национальным нет? Нет. Над правом, исходящим от государства. Конституция это акт народа, который стоит над актами государства. Понятно. Международный договор, он будет выше какого-нибудь закона, но в то же время Конституция в любом случае будет выше. Да. Но его нельзя было заключать, если он противоречит Конституции. Ведь выстраивается субординация между нормативно-правовыми актами. Все законы должны соответствовать Конституции. Поэтому если международный договор противоречит Конституции, он противоречит и законам. С этой точки зрения его нельзя заключать. Если же он заключен, то это неправильно, это нарушение. Ну а вот пункты конституции, где природные богатства могут быть частной собственностью. Вот насколько это правильно, если в 93-м году так решили в непростое время, так скажем. Может в этом случае стоило бы где-то внести изменения? Возможно, да. Вот как раз это и есть одно из направлений. Кстати, здесь вы вскрыли тоже одно из противоречий между частной собственностью и рыночной экономикой, с одной стороны, и социальным государством. Тоже противоречивые конструкции. Ведь социальное государство это что такое? Перераспределение произведенных материальных благ между членами общества вне зависимости от их личного участия в производстве этих благ. То есть рыночная экономика, рынок одни схемы дает, социальное государство с другими. Конечно, с точки зрения социального государства, вот то, что вы сказали, частная собственность на природные богатства, но это определенное противоречие. Но это есть. Другое дело, что его надо в рамках конституции решать. И вы правильно вот заметили его. Ну вот в этом случае, допустим, у работников прокуратуры, у них нет вариантов, да, у них есть закон условно, да, у них есть конституция, и они обязаны защищать именно то, что там прописано. Это не нормотворческий какой-то орган. Но, Сергей Борисович, вот вы говорите о том, что там какие-то показатели приводите, те сферы, в которых работаете, да, у меня тоже они есть. Благодаря вмешательству прокуратуры только в этом году возмещено почти 220 миллионов рублей за должности по заработной плате. Но у меня возникает вопрос, а почему, в принципе, кто и что позволило вырасти таким долгам, вот до такой суммы? Или, по сути, пока к прокуратуре не обратишься, она этой проблемой не займется? Ну, отвечая на первую часть вашего вопроса, что, ну, в первую очередь, это объективные причины, где-то независимые от руководителя предприятия, нестабильность экономических каких-то процессов. Другие причины. Второе, мы выявляем и уже возбуждены уголовные дела, когда работодатель, директор предприятия умышленно не платит заработную плату, имея на это возможности. Только в этом году 17 уголовных дел возбуждено именно по таким факторам. Но в этом случае люди, как правило, сами обращаются или работают? Варианты разные. Мы и сами выявляем через другие органы, через налоговую инспекцию, через инспекцию по труду эти предприятия. Есть и обращения граждан. Поэтому, ну, вот в этом году порядка 4 тысяч нарушений именно в сфере трудовых правоотношений выявлено. 900 исков мы предъявили только в защиту прав граждан. Но иногда только возбуждение уголовных дел побуждает руководителя выплатить заработную плату, к сожалению. Ну, вот в большей степени превалирует административная все-таки ответственность. Да, в большей степени, конечно, превалирует административная ответственность. Прокуроры также активно возбуждают дела об административных правонарушениях. И уже инспекция по труду привлекает их к административной ответственности. Сергей Васильевич, все-таки задам этот вопрос касательно права людей на тротуары. Вот напротив прокуратуры есть парковка. Понятно, она сделана еще в украинский период времени, но пользуются ей все-таки вы и ваши служащие. В то время как по Севастопольской, допустим, идет широкая пешеходная зона, потом она сужается, потому что с этой стороны находится парковка прокуратуры. Вот в этом случае не ущемляются ли права? Вы, наверное, давно там не были после ремонта, там уже на всей Севастопольской тротуар стал узкий. Как после войны, да? Узкий. Поэтому у всех есть право на тротуары, их никто не ограничил, тротуары эти есть. Но также у людей есть право на парковку, а у инвалидов есть право на бесплатную парковку. Право есть, а самих парковок нет. Вот в этом случае, да? Город просто перегружен. Согласен, проблема не только Симферополя, проблема не только Симферополя. Я думаю, что задача власти обеспечить, в первую очередь, парковочными местами возле социальных объектов. Возле администрации Симферопольской, там тоже они сделали себе парковку. Социальных объектов, да. Но в первую очередь, в данном случае, мы должны защищать незащищенные слои населения, под парковочными местами обеспечивать. Ну вот на сегодня, если мы берем категорию людей с ограниченными физическими возможностями, да? Инвалиды, да. Да, там же какие-то нововведения. 10% парковочных мест должно предоставляться инвалидам. Поэтому и прокуроры вот только в этом году более 250 объектов понудили обеспечить бесплатными парковками, пандусами, другими доступными средствами для того, чтобы инвалид имел право нормально совершить жизнедеятельность. Право он имеет, да, главное, чтобы была возможность у него такая. А вот, насколько я знаю, традиционно прокуроры выступают в защите вот трудовых, жилищных, да, вот те сферы действительно социальной направленности, которые в большей степени вызывают интересы людей, с которыми они чаще всего сталкиваются. Просто это в том числе и пенсионное законодательство, да, все мы знаем о недавних изменениях. Вот в этом случае прокуратура каким-то образом не повлияла, не высказалась свое там категорическое нет в плане вот изменений. Ну, мы не даем оценку, мы не правотворческий орган, мы правоисполнители. Да, но вы следуете нормам, прописанным в Конституции. Поэтому, значит, те изменения мы обязаны просто надзирать за их соблюдением, не более того. Поэтому участие в данном нормотворческом процессе прокуратура не принимала, хотя давала... Оценку свою давала, да. Александр Николаевич, действительно, вот есть зачастую, не буду говорить там, Конституция, закон, противоречие, да, но касательно там каких-то внутренних распоряжений, да, если мы говорим о силовых структурах, да, которые могут противоречить какому-то закону, да, или в том числе конституционным деятельностям. Вот вы сталкивались за свою практику с тем, ну, с такого рода несоответствиями? Ну, я лично работаю преподавателем. В своей преподавательской практике я с таким не сталкивался. Единственное, я могу рассказать механизм, правовой механизм, как необходимо действовать, если возникают вот такого рода противоречия, вот такого рода коллизии. Вот. Если какой-то акт противоречит Конституции, то есть Конституционный суд, который, ну, имеется в виду та система актов, которые подведены Конституционному суду. Конституционный суд просто признает их неконституционность, закон, например. Например, закон принят с нарушением законодательных процедур. Это основание для признания его неконституционности. Если подзаконный акт противоречит закону, то он тоже ничтожен. И так вот на этом основании выстраивается вся иерархия. Подзаконные акты должны соответствовать законам. Подзаконный акт вышестоящего органа является приоритетом, эталоном для актов ниже стоящих органов. И вот эта субординация должна сверху донизу, скажем так, от указов президента до актов районного звена, она должна выдерживаться. Другое дело, если нарушение, но нарушение это уже противоречие. То есть этого быть не должно. Конституция не несет в себе противоречий. Она, единственное, содержит вот этот механизм, как разрешить противоречия между актами, которые противоречат самой Конституции. Вот она, да, она этот механизм содержит, закрепляя институт конституционного правосудия или конституционной юстиции. А все остальное это уже как бы за рамками Конституции. Александр Николаевич, ну вот смотрите, Конституция, она своего рода, такое сравнение, наверное, для социума, как Библия, Коран или Тора, для верующих. То есть это вот тот документ, те законы, по которым люди живут. Но многое зависит от того, как трактовать эти законы, да? Вот в этом случае трактует исключительно Конституционный суд или существует вот это двоякое понимание тех или иных терминов, прописанных в этом документе? Нет, официальное толкование осуществляет только Конституционный суд Российской Федерации. Но с другой стороны, конечно же, и та же Государственная Дума, принимая законы, она тоже толкует Конституцию. То есть что такое закон? Это конкретизация положений Конституции. Занимаясь законотворчеством, те же субъекты этой деятельности толкуют, конкретизируют положение Конституции. Поэтому с точки зрения самой Конституции, официальным толкованием занимается исключительно Конституционный суд Украины, Российской Федерации, прошу прощения. Но с точки зрения практической, конечно, и парламент тоже, принимая законы. Поэтому в этом смысле подзаконные акты – это дальнейшая конкретизация Конституции. Законы – первый уровень ее конкретизации Конституции, подзаконные акты – следующий. Это то, о чем мы говорили, что нужно все-таки знать свои права и обязанности и уметь правильно их понимать, при необходимости защитить, Сергей Борисович. Но вот действительно, ведь многое зависит от каких-то превентивных мер. Я не говорю только о людях, которые к вам обращаются, об их понимании и знании своих прав и свобод, но и о государственных служащих, о чиновниках, о руководителях предприятий, которые могут по знанию или по незнанию каким-то образом эти права ущемить. Вот, допустим, работа прокуратуры в этом направлении. Вы исключительно выявляете, отправляете в суд эти дела или все-таки превентивная работа существует? У нас одна из задач прокурора именно в пресечении, недопущении правонарушения. И у прокуроров есть такая мера реагирования, как предостережение. Так вот, этим правом мы активно пользуемся. Вот, в частности, предостерегаем недобросовестных работодателей в случае, если мы понимаем, что он не выплатит заработную плату. Предостерегаем других должностных лиц о недопущении готовящихся правонарушения. Поэтому в данном направлении мы активно работаем, и здесь полностью правозащитную функцию мы реализуем. Понятно, что нужно знать свои права и свободы, уметь их защитить, но не забывать о правах и свободах других граждан. Я благодарю вас за беседу, зрителей, за внимание. Увидимся завтра в прямом эфире программы «Вечер лайф» и обсудим то, что обсудим.